Девушка спрашивает, вот накопилось много вещей из прежних отношений. Это подарки, неважно ценность, да, тут не имеет значения, это могут быть дорогие. Количественные факторы. Просто разные, вплоть до бумажек, оставленных первых, первая бумажка, на которой был записан телефон, там, да, какая-то его первая визитка или там что-то, вот все это накопилось. В прошлых отношениях. Да, и периодически, то сейчас она вот уже там отошла. Начинается время от времени. Да, новое собирать. Натыкается на какие-то вот, да, дома там, бац, вот это он подарил, там, плюшевый мишка, ну, условно, я говорю, он подарил, там, вот это вот там нашла старую. Бывший, бывший. Да, 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 старую его визитку нашла в каких-то там, да, старые какую-то фотографию нашла. И это все такое, ну, какая-то появляется сентиментальное настроение такое, да, вроде уже, вспоминаем. Вроде уже прошлое, но больно. Что делается, если не висит? Больно-то, почему больно-то? Ну, как-то отзывается, вот. Нет, ностальгирует. Ностальгия, да. Значит, настоящим жить не хочу, никак. Вот глазки прикрыла, мишку пришло, взяла, придушила его тихонечко, говорю, как же было хорошо, мама дорогая, как же было хорошо. Отпустила, говорю, ну, сволочь бросил. В прошлом не обязательно бросил, но расстались. Ну, расстались, расстались. Потом прихожу с работы, надо что-то поделать, не хочу делать, ностальгия у меня. Опять мишку взяла, опять так вот придушила, его опять глазки прикрыла. Ой, как же было хорошо, ты там вот были, здесь были, и туда ходили, цветы дарила, кофе им поел. Оставила, не сошлись характером. Так можно заниматься всю жизнь. Полезал шкафчик с документами, там его визитка. Это якоречки. Якоречки той прошлой жизни, которая дает нам какую-то такую иллюзорную, но тем не менее, подпитку, что была нужна. Вот в то время такие мужчины были. И трава была зимой. Да, и вообще небо голубое, и руку устрали бы себя выдавал. Ну, в общем, все было как-то вот по-другому. Сейчас не так. И выкинуть жалко, как чемоданчик туда. И выкинуть жалко, и с собой тянуть. Потом есть вещи дорогие, ну, то есть они разные, да? Делать? Ну, как что делать? Самое главное понимать, что это прошлое. И что если каждый человек, живущий в прошлом, он не имеет настоящего. Не имеет его. И есть функциональная сторона жизни. Пришел на работу, ушел, покушал, поспал, в туалет сходил. Есть иллюзорная сторона жизни. Функция – это то, что я обеспечиваю выживание. А иллюзорная – это якобы жизнь. Но в иллюзиях меняется только все в фантазиях. В жизни ничего не меняется. Так люди сидят на одном месте, там, или изредка меняя работу по своей основной специальности. И придумывают, ну, наверное, слышали. Вот сидят, ой, да вы представляете, да мы там были, да мы туда едем, да он такой, да цветы дарят. Нет, ну, просто образования у него недостаточно, хорошо? А так, в принципе, если бы, допустим, МГО или МГУ или МГИМО, ну да, я, наверное, была согласилась. И вот в таких иллюзиях живет огромное количество женщин. Он просто недостаточно хорош. А на самом деле я не смогла удержать. И мы с каждым годом завышаем планку для того, чтобы не признаться в себе, что у меня что-то не получается. Вот чем выше планка у женщины, тем больше у нее внутренних непринятий самой себя. Вот это важно понимать. И за всю жизнь, поверьте, можно собрать столько раритетов, что дай бог, если будут внуки, повезет, да, то можно будет, ну, наверное, лет 10 рассказывать, какие же были мужчины, гусары-то какие были. Ну, что делать? Выкидывать эти вещи, отдавать, возвращать. Отпускать, отпускать. Или научиться не реагировать на них вот так вот трагично эмоционально. Да это ж мы не на вещи реагируем. Мы реагируем на свою иллюзию. Почему здесь вещи-то? Да, но тем не менее они будут... Я могу даже Мишу не придушивать. Глазки пройдут, и будет та же самая картинка. Правильно, потому что я в настоящем жить не справляюсь. Вот не справляюсь я здесь. У меня не получается выстраивать отношения. Почему на сегодняшний момент у огромного количества народу собак много? Особенно у женщин пожилых. Потому что коммуникативные связи с себе подобными выстраивать сложно, а претензионность очень велика. А собачку ее на ошейничек и иди сюда вот это вот. И она еще тебя и любит при этом. А у нее выхода другого нет. Вы же ее уже привязали. Вот она подскуливает тихонечко. Она понимает, что она очень накормит. Да, потому что куска не даст, помру. И вот ходят, кстати, очень часто вижу. Да ты моя хорошая золотая. Да ты моя манечка. Ты моя девочка. Мы сейчас пойдем с тобой гулять. Мы тебе тапочки купим. Вот это целая жизнь. Потому что женщина никак не может признаться себе о том, что она не может выстроить отношения с мужчиной. И происходит замена. Неважно, живой это мишка или собачка. Неважно, кого придушивать-то будем. Придушивать кого. На кого на поводок сажаем. Чтобы было так, как я хочу. Не так, как по жизни. Как складывается. Как могу вести жизнь, чтобы и мне, и ему было хорошо. А так, как мне нужно. Чем больше собака, тем больше претензий. Чем меньше собака, тем меньше претензий. Но все равно они есть. То есть только понимание. Не надо выкидывать все эти вещи. Дело не в них. А всегда найдется что-то, что напомнит. Ситуация, фильм похожий. Там что-то еще. Нет, если я захочу зацепиться, я зацеплюсь. Выйду сосед, будет похож на моего бывшего. И то же, что они так же похожи. Туфли будут похожи. На бывшего моего мужа. Значит, он такой же. Потому что туфли такие же точно носит. Как мой бывший муж. Ну-ка, о чем разговаривать-то? И она говорит, такой урод, такой недоразвитый. Там такой секунд, пятый, десятый. Нет, этого в отрицательную сторону. И в положительную то же самое. И в положительную то же самое. Но он просто чужой. Вот он такой замечательный. Вот у нас есть мужчина, там на работе. Вот он, ну правда, жена. Ой, да что вы. Да он такой галант. Да он так. Он всегда говорит, девочки, здравствуйте. Всегда с чая, папа, скажи, какая ты красивая. А какой он с женой, никто не знает. Мне нужна-то там, понятно, там что говорить-то уж. Это ж понятно, аж вцепилась мёртвая хватка. Вот, конечно, так вот и везёт. Та серая мышь, а я вот тут звезда такая. Но почему-то вот этим вот всем мышам достаётся, а вот я как-то не получаю. Ну, вовремя, да. Я просто училась много. Работала, карьеру делала много. А так вот. А те мыши, они же сразу в институте и замуж. И живут до сих пор. А я же пока карьеру сделала, конечно, нет. Ну, это ниже моего достоинства. Мужчину забирать там из семьи нет. А вот так бы я обычно не показала. А на самом деле, если мужчина такой уверенный в себе, ухоженный и так далее, значит, там жена какая, скорее всего? Так жена понимающая. И женщина, которая становится любовницей, она не с мужем спит, она с женой борется. Потому что у любовницы нет тех качеств, которые есть у жены. Вот это нужно понимать. И как только любовница это понимает, она сразу оставляет этого мужчину и приходит к ней свой мужчина, из которого она постепенно вместе с ним делает лидера успешного, состоятельного, с красивой спиной, в красивом костюме, в галстуке и сама расцветает. Вот как только женщина перестает с другой биться, за мужика-то чужого, а своего находит и вкладывает все те силы. Поверьте, получается чудо. Всегда. Потому что она в него верит. Да, конечно.